Приветствую всех на канале Чичман, меня зовут Макс, мы продолжаем играть в Captain of Industry и сегодня у нас ядерная энергетика, да ребят, мы подобрались уже в принципе к завершающей стадии игры, контента пока на данный момент больше нет, в будущем конечно все будет, и для начала хотел бы вам рассказать, что я сделал за кадром и какой у меня образовался косячок. Сейчас все вам объясню, в общем смотрите, я улучшил производство стекла, я поставил стеклоформовочную второго уровня, у меня стояло первого уровня, которое производит всего лишь 8 стекла, давайте мы посмотрим, что у меня получилось. Вот, у меня стояла стеклоформовочная, которая производила из 8.8, так, за 20 секунд. Сейчас у меня стоит стеклоформовочная большая второго уровня, она отливает нам 24 стекла из 16, то есть это уже как минимум выгодней. Конечно для этого мне пришлось улучшить доменную печь, у меня была доменная печь, сейчас дуговая печь. Теперь она производит из графита, также и стекольной шихты, плюс вода, 16 расплава стекломассы, то есть это намного больше. Графит я произвожу на том же заводе, как вы можете помнить, мы при обработке кварца ставили вот здесь полимеризатор резины, в котором производится из 4 угля 8 графита. Также поставил здесь 4 склада, как вы видите, для графита специально, чтобы он постоянно поступал к нам на стеклоформовочную. И конечно первый косячок, который у меня образовался, это недостаток электроэнергии, потому что вот эта дуговая печь, как вы знаете из прошлых видео, при обработке кварца, я узнал, что эта печь съедает просто 2 мегаватта энергии. И когда она работает, у меня не то чтобы жесткий недостаток, но недостаток электроэнергии есть. В общем, когда работает эта печь, этот завод стоит, когда она вырубается, начинает работать этот завод, поэтому наша задача на сегодня, ребят, это обеспечить электроэнергией всю нашу систему, чтобы работала без перебоев с помощью ядерного реактора. Ну и заодно, я надеюсь, мы успеем что-то еще посмотреть, потому что у меня есть склады, на которых есть урановый стержень. На нем работает наш ядерный реактор, но я его не производил, потому что на глобальной карте я насобирал 2 склада, 360 урановых стержней. Для выработки 96 единиц пара надо всего лишь 1 урановый стержень, поэтому пока нам его достаточно, будет работать ядерный реактор, и мы в это время попробуем еще придачу произвести это все дело. Также хотел зачитать один комментарий, который меня очень рассмешил. Его написал Эзуан, ты не родственник Лужкову, столько труб наплел, и все снаружи. Нет, я не родственник Лужкову, не знаю, как он плетет свои трубы, но главное, чтобы они работали, снаружи они или внутри, это уже не важно. Ну, правильно хотя бы работали. У меня вроде все работает, значит, наверное, я все-таки не родственник Лужкову. Ну что, тогда будем начинать строить ядерный реактор, ресурсов вроде я подсобрал на это дело. Ну что, приступим. Строить ядерный реактор я буду вот в этом месте, оно подальше от населения, чтобы ничего не загрязнять, и также нам понадобится еще вода, которую мы как раз-таки возьмем вот от этой вышки. Да, кстати, можно сразу снести вот это дело, вот эту трубу. Единственное, как вы видите, у меня уже понижается, это из-за нехватки электроэнергии. И также, также, также вот здесь труба у меня отключена, я ее включаю, чтобы у нас был слив, потому что один завод, к сожалению, справляется только с отходами от населения, от сточной воды. А те сточные воды, которые вырабатывает у нас вот здесь заводик, еще один стоит, нефтеперерабатывающий, с этими сточными водами их много, и один завод, к сожалению, не справляется. Так, здесь также трубу надо одну еще отключить, так, вот эта труба у нас на выход идет, да, да, вот эта труба у нас продолжение, ее мы отключаем пока что, на время. Чтобы у нас все хорошо работало, иначе, как вы видите, из-за сточных вод не успевают просто из-за переработки люди сейчас начнут еще бежать из-за нехватки единства. Так, ну что, выставляем здесь ядерный реактор, вот, вот он, вот такая аппаратура, здесь также мы поставим сразу недалеко, блин, его, конечно, подальше лучше сюда занести, вот, 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 прям подальше, вот сюда поставим. И также, ребят, я сразу не заметил, как вы знаете, ядерный реактор вырабатывает отработанное горючее. Его пока переработать в игре нельзя, но для этого, я не знаю, можно будет ли в будущем, но для этого есть ядерный могильник, который я совсем не заметил сразу, когда пытался его строить. Вот в этот ядерный могильник, ребят, мы будем отходики свои складировать и оставим подарок будущему поколению, как в описании написано, да, специально подземное хранилище для ядерных отходов. И большой подарочек для следующего поколения. Совсем небольшой. Так, давайте сразу тогда выведем наши отходы. По-моему, они, да, по ленте второго уровня пойдут у нас отходики. Так. Здесь я подниму сразу, потому что, скорее всего, будут машины. Да, ё-моё, вот я не люблю вот этого. Скорее всего, машины будут подвозить нам ядерные стержни. Да, ё-моё. Вот это стройка. Вот здесь стройка вообще просто отпад. Вот так. Вот так вот, пойдет. Видите, так как в ядерном магильнике также есть еще выход, значит, в будущем, я думаю, что-то будет, можно будет сделать из этого топлива. Далее, ребят, мы подводим воду. Для этого я обязательно поставлю цистерну, потому что нам понадобится вода именно для производства перегретого пара в ядерном реакторе. И также вода нужна будет, ребят, для охлаждения реактора, как вы видите, да. Система аварийного охлаждения срабатывает, если реактор перегревается. Это может произойти, если подводится недостаточно воды для преобразования. Установка системы аварийного охлаждения не обязательно, но крайне рекомендуется, так как поможет избежать последствий критического перегрева. Вот так. Поэтому здесь я поставлю, ребят, обязательно цистерну для воды, да. Вот здесь примерно. Сюда мы заведем. Вот с этой вышечки водичку. Здесь я проложу по низу, потому что еще здесь я поставлю рампу. Чтобы могли проезжать экскаваторы, так. Ну, ну вот, есть, хорошо. И также подводим. Нам придется подвести две трубы, ребят. Одну на охлаждение. Так. Одну сюда. И, кстати, можно было бы и с этой, но я проведу вторую рядышком. Просто рядышком вот так проведем. А, под низом получается, нет? Вот так вот. Я хочу поднять, чтобы могли проехать машины просто, понимаете? Вот сюда. Ну, в принципе, все красиво, все нормально. Так, хорошо. Это мы сделали, ребят. Стержни нам привезут. И нам теперь нужен отвод пара. Пар, к сожалению, пар. Мы не можем нигде складировать. У нас нет какой-то цистерны для пара. Поэтому сразу надо строить энергетическую установку. Иначе мы не запустим реактор. Он будет очень сильно перегреваться. Так, ладно. Пусть это дело все сейчас строится. Здесь я забыл. Я хотел поставить рамп. Потому что здесь в будущем будут проезжать экскаваторы. Ставлю пока маленькие. Там будет видно. Если что, переставим. Так. Хорошо. Далее. Нам надо устанавливать энергетические установки. Так. Для производства этого нам надо 150-400. И здесь, в принципе, я могу пока остановить стеклоформовочную. Потому что, блин, вы сами видите. Просто единство уходит. Пока остановлю ее, чтобы у нас всегда было с электричеством в порядке. Сюда я пытался добавлять, конечно, еще генераторы. Но не стоит. Они работают тогда не на полную мощность. И получается еще меньше электричества. Пока это дело все строится, ребят. Мы запланируем еще сейчас. Нет. Лучше, наверное, я думаю, подождать. Потому что, если мы сейчас запланируем еще энергетические установки. То есть, это турбины и генераторы. То могут возить на них, не достроив эту станцию. Поэтому ожидаем, пока построится вот это вот дельце у нас. Привезли первое. Твои материалы. Только куда они их привезли, блин? Не собираются тут строиться вообще? Да, 130 привезли. Все, вроде подвозят потиху. Ладно, мы немного подождем сейчас. И здесь, кстати, скорее всего, придется еще подключиться с этой трубы. Так как одна вышечка, по-моему, не справляется с этим делом. Поэтому, ребят, обязательно придется подключиться. Ну, строительство началось. Ожидаем. Ну что, реактор готов. Могильник готов. В то время, пока это все строилось, как вы можете заметить, мой народ меня послал в садницу. Потому что у меня не было переработки отходов. У меня кончилось стекло. Короче, тут опять, пока это все строилось, я был в косяке. И, ну, вроде как, все исправил. Также снес еще одну лабораторию. Нам изучать нечего. Поэтому она только забирала у нас единство и людей. Ну что, теперь мы выставляем сейчас наши газотурбинные установки, да? Для производства электричества побольше. Ну что, где у нас есть... Вот, турбина высокого давления. Стоят они вроде как немного, по 50. Выставляем здесь. Нам главное, чтобы нам хватило рабочих. Надо посмотреть, сколько рабочих. Четыре. В принципе, изи. Так, выставляем здесь такую же систему, в принципе, как у нас стоит там. Я, когда тренировался, я поставил, короче, генераторы. Поставил турбины. Ну, все, сделал так же, но забыл поставить маховики. И сижу, думаю, почему у меня не раскручивает генераторы. Потому что нет маховиков, ребят. Я вообще про них забыл. Маховики у нас, в принципе, на них также у нас есть денежка, вернее, ресурсы. Отлично. И ставим здесь вот генераторы. Генераторы у нас медь. 200 меди, блин. Вот медиака, конечно, у нас не так много. Один и два. Если что, добавим еще один маленький. В принципе, вот этого должно хватать. Также, конечно, не забываем проложить трубы, которые будут нам раскручивать второй генератор. Есть. И проложить. Здесь мы поставим пока что трубу, которая будет сжигать мятый пар. Пока будет так. Здесь, ребят, выводим. Я даже не знаю, как лучше. Отсюда, либо оттуда. Вот здесь я системы, ребят, на самом деле не понимаю. Давайте попробуем отсюда сейчас запитаться. Ну, здесь я подниму обязательно трубу. Так. Так. И так. Да что ты творишь? Ну, господи ты, боже мой. Ну, вот. Все. Вот так. Я просто не помню, если честно, отсюда надо запитываться или отсюда. Ну, это система охлаждения. Но, в принципе, и здесь будет, и здесь. Давайте для профилактики сделаем где-то вот примерно, я не знаю, вот так вот, наверное. Давайте просто для профилактики, потому что я точно не знаю, как вот эта система работает. Оно-то пар сюда выкидывает, это понятно. Но зачем два выхода тогда, если этот пар уходит сюда, и отсюда можно запитываться? Так же и здесь, как вы видите, тоже непонятная система. Если кто-то поконкретнее может объяснить, буду рад в комментариях увидеть. Так, народ вроде у нас хватает, поэтому ждем окончания строительства. И в это время, ребят, мы отправим мой корабль на восстановление... Восстановление уранового рудника. Он уже загружен, поэтому делаем... Сначала я, конечно, ребят, лучше сохранюсь, потому что фиг его знает. 13-2 сохраним. Потому что я не знаю, что будет с единством после того, как восстановится этот рудник. Понимаете? Сюда нужен будет народ. И вот эти рудники, как вы можете заметить, они отбавляют все единство. Поэтому сейчас посмотрим. Кстати, да, сейчас, как построится только наша энергетическая установка, мы также запустим. Хотя на этот завод надо еще 24 рабочих. Я не знаю, если не хватит, добавим. На этот завод мы запустим... Вернее, его мы запустим. Не забываем, что у нас здесь производятся электродетали, которые будут нужны для работы нашей электростанции. Но сейчас мы не можем запустить, так как у нас не хватает просто электроэнергии, ребят. Смотрите, перегретый пар. Куда он отсюда у меня выводится? А, в градирню. Все ясно. Градирня полная воды. Здесь полно воды. Полно, полным, да? Полным, полно воды и некуда воде деваться. Угу. Так, а что-то нам сделать? Еще одну бочечку? Я не знаю. Давайте поставим на всякий случай еще одну цистерну. Почему? Вот здесь надо, кстати, ребят, мне, наверное, переходник сделать. Вот здесь я пока у нас там строится все поставлю. Скорее всего, переходничок. Переходничок. Да, чтобы в первую очередь вода забиралась из градирни. Так. Да, так и сделаем, ребят. В первую очередь вода у нас будет забираться из градирни. И вот так вот. Здесь я буду выводить мелкую трубу, так как с толстыми трубами. Что-то сейчас, я не знаю. Вот сейчас, кстати, опять вот таки проверим. Будет ли работать с толстыми трубами. Это я пока уберу, ребят. Так. Потому что у нас полная градирня вода. Вот сюда подводим, а это мы выведем как раз таки. Вот это уберем. Сейчас проверим заодно работу нашей системки. Так. В первую очередь забирать из порта X у нас будет. Здесь можно, я думаю, чуть ускориться, потому что нужно ускориться. Хотя, в принципе, пока наши установки там построятся, все будет. Все, урановый рудник, груз доставлен, как вы видите. Сейчас нам надо так же поставить. Вот так сделаем, да. Так. И здесь будет в первую очередь забирать из порта X. Где у нас тут порт X, я пока не знаю. Все. Сейчас мы это все дело настроим. Водичка будет уходить как положено. И вот эту трубу я сейчас просто уберу. Вот так вот. Вот эту вот трубу можно убрать. Все. Отлично. Посмотрите, у нас сразу минус единства какой. Сколько у нас единства забрал урановый рудник? Урановый рудник минус 0.35. Ну, а, ребят, мы можем сделать здесь меньше. Одну смену сделаем. В принципе, сюда пока что не надо намного, потому что у нас даже еще ничего нет. И сейчас вот это все достраивается. И мы начинаем разбираться уже с самим изготовлением урановых стержней. Они также изготавливаются вот здесь. Как вы видите, урановый стержень с урановой таблетки. Чтобы сделать урановую таблетку... Урановая таблетка. Нам надо... Нам надо уран-концентрат и водород. Хорошо. Чтобы сделать уран-концентрат... Нам надо дробленовая урановая руда плюс кислота, конечно же. И мы получим уран. И еще ядовитые отходы, конечно. Довольно-таки не очень хорошо. Ну, а дробленый уран, естественно, вы понимаете, что производится в дробилках. Где же еще? Так, ну что мы здесь строимся или что? Блин, посмотрите, просто как единство пошло в попу. У меня опять чего-то нехватка. Скорее всего, это нехватка пост-товара. Хотя вроде есть, посмотрите. Не знаю. С единством, что-то проблемки какие-то в последнее время. Очень большие проблемки. Ох, я не знаю почему. Вроде фекалии у нас отводятся. Водичка есть. Так, товаров. Товаров, да, нехватка, ребят, у меня. Нехватка электротовара. Просто. Хотя стекла вроде достаточно, но не очень. Вот, видите, электроэнергии. Ну, буквально не хватает, буквально вообще чуть-чуточку. Так, это мы пока все отключаем. Это нам не надо. Так, 30 киловатт. Это вообще энергии не просит. Все, наша задача, главное, чтобы у нас достроилась сейчас вот эта вся лабуда. И все было отлично. Мы тогда запустим сразу ядерный реактор наш. И все будет отлично. Блин. Ну, пока это все построится. В принципе, можно подумать, где мы будем строить дробилку. И вот эту всю переработку. Значит, нам нужен водород, да, плюс кислота нам нужна. Кислота у нас производится вот здесь. Кислоты более чем достаточно. Я думаю, блин, я не знаю просто, как будет влиять на жителей обработка урана, переработка, если мы здесь будем перерабатывать. Но посмотрим. Я думаю, вот здесь мы поставим переработочку урана. Потому что кислота поблизости, так же водород у нас есть вот здесь. И от водорода работает вот эта вот штучка. Хотя, в принципе, нафига, ну и не надо, чтобы она работала от водорода. Ладно, сейчас подумаем что-нибудь. Все, пытаемся заводить наш реактор. Потому что, как вы видите, с единством вообще косяк полный. Это, скорее всего, из-за урановой шахты. Да, и нехватка у меня, на самом деле, хостоваров. Я здесь поставил еще один складик, чтобы на него отгружались также с этого склада. Не все шли в магазин один, а чтобы на этот магазин тоже еще были хостовары, которых, как вы видите, здесь нет. Поэтому сейчас запускаем реактор. Я надеюсь, с производством все... Блин, тут еще труба не достроилась одна. Не, ну ё-моё. Ладно, не пожалею чуть-чуть. Все равно запускаем. В принципе, запускать буду, ребят, на... Да еще одна труба не достроилась. Да уж что, издеваетесь, что ли, надо мной? Полгода строят уже. В принципе, запускать я буду сначала на мощностной режим, как вы видите, да. То есть, чем больше мощность, тем больше вырабатывается. Я запускаю пока что на первую мощность. Больше не буду. Я надеюсь, этого... По-моему, этого должно быть достаточно для вот этой установки. То есть, можно таких три поставить, и от этого реактора реально будет валить просто три установки. Сейчас посмотрим, что тут начнет происходить. Все. Пошло производство пара, как вы видите. Он моментально делается. То есть, он не собирается там, да, как в бойлерах. Сначала собирается пар. А, ребят, да, забыл же я поставить, кстати. Как это так я сделал? Как я так умудрился? Нам надо здесь труба обязательно. Вот так. И так же ускорю, пока есть единство. Все. Единства просто больше нет. И это очень плохо, ребят. Вообще, абсолютно плохо. Все, пошел работать. Реактор смотрим. Блин, надо смотреть, ребят, чтобы он не переохладился, не перегрелся. За этим тоже надо иногда посматривать. Но, как вы видите, с электричеством у нас тема пошла. В связи с этим у нас сейчас ускорится работа стекольного завода нашего. Вот здесь также мы можем ускорить для производства... Надо, видите, еще одну ставить для производства хостовара. Вот и заход с товаров. И я сейчас в косяках, ребят. Полных. Так, ладно. Поставил чуть на ускорение. Сколько успеет. Столько сделает. Так. Здесь также поставил для дерева еще. Один склад. Сколько успеет, столько сделает. Нельзя ли привязать этот склад? Вот сюда. Нет, к магазину нельзя наверху. О, посмотрите. Здесь же у нас отдельный... Вот, смотрите. Мы сейчас попробуем. Ага, нельзя привязать завод. Здесь также нужен склад. Поставлю сейчас здесь. Сладик еще один. Чтоб сюда сразу свозили... Так. Сюда сразу свозили те... То стекло. А, сюда еще и дерево, ребят, надо. Блин, да е-мое. Че все у меня не так? Так. Вот так. Дерево, я думаю, здесь подвезут. Ну все, единство просто, как вы видите. Нихт. Нихт, единство. Сейчас отключится еще ускорение. Ой, горе мне. Горе мне с этим единством, блин. Эти хостовары также должны уезжать на магазин. Но я не могу, видите, магазин подключить сразу. Здесь также нужен склад с хостоварами. Стекло, а это что приехало? Это стройматериал приехал. Не знаю, блин, для чего я вот это вообще поставил. Для стекла, да? Нет, сюда я, наверное, все-таки дерево оформлю. Древесину пусть сюда завозят. Мне. Чуть-чуть наполним. Так. Все. Давайте пробовать пока. Рабочих, кстати, также нет. Я не знаю, блин, это вообще жесть. Да, я сейчас поставлю пока, ребят, здесь. Нам надо установить с вами также буферный склад, да, в котором мы будем доставлять уран. В принципе, они недорогие, поэтому ставим вот здесь буферный склад. Так, и в него мы будем загружать урановую руду. Вот это я сейчас пока что уберу. Вот это я пока что уберу. Так. Вот это убираем. Все, мне надо было снести часть, потому что здесь у меня находится кварц, который был загружен. У нас две было буферных с кварцем. Блин, ну просто... Урановый рудник нуждается в единстве. Да я понимаю, что он нуждается в единстве. Ну поймите, что у меня нет единства. Давайте его пока приостановим. Ну его в жопу, этот урановый рудник. Пока что он нам не нужен. Так. Сейчас я разберусь, ребят, с единством. Мы продолжим производство... Вернее, переработку урана уже сделаем с вами. В общем, ребят, намучился я здесь с выравниванием всей моей экономики, всей этой беды, единства. В общем, пока падало единство, стала заканчиваться вода, закончился уголь. Короче, прошло очень много времени. Часа 4 я тут мучился. Я поставил еще здесь уголь. Как вы видите, я построил большой конвейер. Пока строился большой конвейер, короче. Был нехватка угля. В общем, все опять падало. Потом станции стала заканчиваться вода. Мне пришлось соорудить вот такую систему, которая работает от мятого пара. И хотя бы немного смягчает нагрузку вот на эту трубу, чтобы вода у нас не заканчивалась там. Так же, как и здесь она уже так же практически заканчиваться начала. В общем, ребят, прошло времени, поверьте, часа 4 я сидел. И за это время, пока это все мы делали, как вы можете заметить, уранового стержня у нас осталось 166. То есть у нас не так много времени, чтобы настроить производство уранового стержня. Но для этого нам надо опять-таки много чего. В общем, уран у нас уже поставился нам на платформу. Поэтому сейчас я его вываливаю вот в эту бочечку. Здесь же мы поставим, ребят, наверное, дробилку, скорее всего. Чтобы сразу с дробилки у нас выходил дробленый, да, уран? Так, выставляем. Я не знаю, я уже, может, что-то и забыл вам рассказать, но на самом деле я тут уже отмучился. У нас еще, оказывается, не улучшены доменные печи. Это мы будем, ребят, на стриме делать, потому что печи работают от 4 угля. Если поставить дуговую печь второго уровня, то будет нужен всего лишь один графит. А один графит – это один угля. Это все мы, наверное, сделаем уже на стриме. Я думаю, мы проведем стримчик хороший такой. Все это переделаем. И, конечно же, ребят, чтобы поставить дуговые печи, как вы знаете, одна дуговая печь съедает просто 2 мегаватта энергии. 2 мегаватта. То есть, понимаете, да, на одну такую печь нам нужен один такой генератор. И таких печей у нас всего получается 5 штук. Генератора пока что 4. И еще в придачу все остальное работает также от них. Поэтому пока что никак. Нам хотя бы успеть настроить добычу уранового стержня. Так что здесь, ребят, я ставлю, наверное, дробилочку сразу. Так, где не есть? Дробилка. Вот здесь прямо ее выставляю. И от этого хранилища я подведу сразу канальчик сюда. В дробилку. Так, отлично. Все. Здесь все понятно. Пока что, как вы видите, с единством у нас тоже все нормально. Завод вроде справляется. У меня, короче, забилась опять-таки бочка вот эта с топливом полностью. У меня не хват... Короче, тут такая жесть была. Пока я не настроил вот этот уголь. И надо с него соскакивать на графит срочно. Далее смотрим. Пока строится дробилка. Так, к дробилке, ребят, я сразу также поставлю еще один бункер. Который будет уже... Который будет поступать дробленая медь. Ой. Дробленый урал. Уран. Урал. Ха-ха-ха. Путаю слова, хожу. Так. Все. Есть. Здесь мы выставляем дробленый уран. Дробленая урановая руда. Так. Есть. Отлично. Все. Здесь у нас будет дробленая урановая руда. Далее. Чтобы переработать дробленую урановую руду. Так. Нам нужен осадительный бассейн. В который нужна кислота. Чтобы произвести серу. Плюс, блин, ядовитые отходы. Опять-таки. Ядовитые отходы. Куда мы его поставим, ребят? У нас здесь есть кислота. Как мы помним, да? Вот в этой бочке. Полная бочка кислоты. Я думаю, где-то поставить его здесь. Но не знаю, как это повлияет на жителей на самом деле. Абсолютно не знаю. Но, я думаю, поставить можно где-то здесь. Ладно, хорошо. Осадительный бассейн. Где его искать? Обогатительная установка. Производит из серы и водорода. Вау! А, нет. Это уран-концентрат. Ёпара СТ. С чего этот уран-концентрат делается? Офигеть просто. Просто с ядерной энергетикой здесь всё очень жёстко. Так, сейчас я найду. Вот. Осадительный бассейн. Так. А, опять-таки нам надо будет выводить. Блин, ребят. Наверное, я поставлю его вот здесь где-то. Мы сюда подведём трубу. Давайте вот здесь поставим, чтобы нам было ближе к водостоку, который находится здесь, да? Либо провести ещё одну трубу с кислотой сюда. Вот я не знаю, как поступить на самом деле. Ладно. Поставлю вот здесь. Сюда также мы сможем подвести, блин, дроблённый уран. Ну, всё очень сложно на самом деле. Ладно, посмотрим. Может быть, будут справляться машинки. Поставлю здесь, так как у нас здесь сток будет. И, возможно, мы это подведём также потом на бассейны наши. Так. Вот так поставлю. Так, вот эта труба какая-то у меня здесь лишняя одна, я смотрю. Да. Так. Дроблённый нам сюда подвезут машины. Кислоту, я думаю, мы сейчас, ребятки, подведём с вами. Кислота. Так. Берём трубесу. И кислоту отводим по назначению. Так. Сюда кто-нибудь ездит, интересно. Вот у меня. Машинки сюда что-нибудь нам подвозят. Вот так попробуем. Вот так попробуем. На всякий случай. Так. 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 Я уже, блин, тут путаюсь совсем. Главное, чтобы сейчас что-нибудь не произошло. И машинки проезжали дальше, как надо. Так. Так. Вот сюда мы подведём как раз-таки кислоту нашу, да? Вот так будет. Вот так будет. Отлично. Кислота есть. Так. Сразу отводим, ребят, сейчас. Вот сюда. Наверное, в эту трубу её засуну. Отводим наши переработочки все. Так. Чтобы машины тоже могли ездить здесь. Обязательно. Обязательно надо, чтобы машины здесь могли ездить. Вот этих, конечно, здесь нежелательно. Переходиков. Так, подождите, сейчас мы сделаем по-другому немного. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот. Отлично. Отходы отведены. Далее. Нам надо поставить здесь уран-концентрат. Так. Нам надо поставить здесь, конечно же, цистерну. Не цистерну, а бункер, да? Для урана-концентрата. Его мы выведем вот сюда, попробуем. Так. Здесь выбираем уран-концентрат. Так. И сюда выводим также желоб. Для урана-концентрата, да? Или это уже будет... Так, сейчас я посмотрю. Да, наверное, вот это, скорее всего. Вот это. Выводим сюда. Отличненько. Все. Есть. В общем, сюда пока поставки будут... Блин, сейчас вся просто... Вся кислота просто сейчас уйдет сюда, мне кажется. В эту трубу, блин. Офигеть. Ладно, хорошо. Но у нас очень мало времени, ребят. Далее. Уран-концентрат. Чтобы сделать с урана-концентрата какую-то фигню, давайте посмотрим, где у нас уран-концентрат. С него мы плюс водород мы делаем... Урановые таблетки. Так. Обогатительная установка. Обогатительная установка у нас находится вот здесь, ребят. Обогатительную установку я поставлю вот в этой местности, так как у нас есть здесь водород. Как мы знаем, да? Вот здесь производится у нас водородик. Вот в этом разделительном здании. Так, хорошо. Либо водород подвезти по трубе. Поставить эту штуку рядом. Давайте так и сделаем. Блин, прям все жестко у меня тут. Прям все у меня тут жестко, ребят. Водород мы подведем оттуда, вот так. Хорошо. Давайте так поставим ее. Главное, чтобы у нас все работало. Так, сюда подводим желоб вот с этой бедой. Так. И сюда подведем сейчас водород, блин. Где у нас тут водород? Где водород? Водород вырабатывается вот на этом заводе, да? Сюда у нас поступает пар. И сюда у нас выходит водород. Да, ребятки. Водород именно на наши... Да, блин. И водорода-то негде взять. Хотя, в принципе, нормально. Попробуем подключиться здесь. Ага, подключишься. Тут уже некуда, блин, подключаться. Да. Да, вот это жестко. Ладно, но мы не сцим. Поехали. Сюда уже скоро экскаватор опять не смогут ездить. Так. Так. Жестко. Тут, по-моему, двухэтажная, да? Можно по второму этажу вести, насколько я понял. Так, блин, не могу ничего сделать. Вот. Вот так. Ага, нельзя. Вот так. Транспортсор до указанной точки нельзя проложить. Так, а вот так. Есть. Все, отлично. Мы вроде как похватились. Так. Нет, так не пойдет, ребятки. У меня уже нету места, куда вести эту трубу. Просто нет места. Это очень плохо. Это довольно-таки плохо. И что делать теперь? Надо искать какие-то лишние трубы, ребят. Ладно. Пока экскаваторы у нас сюда не ездят. Проведем это таким способом. Потом устаканим это все дело. Пока экскаваторам сюда не надо. Их заправляют машины, в принципе. Водород. Все. Вот таким способом. Просто жесть, ребят. Здесь с трубами столько надо всего переделывать. Ну, блин, это займет очень много времени на самом деле. Так, хорошо. Главное, чтобы нам сюда подвезли сейчас дробленную урановую руду. Она у нас уже... А, ее у нас еще нет, ребят. Потому что я не сделал рецепт. Вот. Пошла. Дробиться. Все. Отличненько. Так. Далее. С этой беды... Мы получаем урановые таблетки. Так. Урановые таблетки у нас уходят вот в такой склад. Вот сюда мы выведем их. Урановые таблеточки. Есть. Главное, чтобы у нас сейчас какое-нибудь загрязнение не стукнуло. И опять люди будут недовольны. Да, кстати, ребят, я еще вам забыл сказать. Так. Урановые таблетки. Посмотрите, какая системка здесь. Давайте... Нет, давайте мы запустим потом производство. Все. Когда уже сюда все привезут. Так. Вот, кстати. А, это уголь привезли. Да. Я, конечно же, опять со стеклом тут с товарами в косяках был. Так. А куда ты собрался, братишка? А почему ты не можешь проехать? А тебе сюда не надо ехать. Тебе сюда ехать не надо. Так. А где-то разрешить заправляться. Нет и нет. Так. Смотрим. Что по топливу? Топливо у нас вроде пока все окей. Вот, да. Я хотел еще сказать. Видите, что я тут понастроил? Я это сделал для того, чтобы товары постоянно поставлялись в магазине. Потому что вечные косяки... Вот, опять-таки. Вечные косяки с недостатком товаров приводят, опять-таки, к падению единства. И сейчас, видите, я сделал, чтобы товары постоянно поставлялись. Вот здесь, кстати, почему-то нет леса. Нехватка леса, ребятки. А что у нас на платформах? Тут леса достаточно, но никто его не возит. Ладно, ребят, давайте тогда эту машину. Сейчас я вот сюда назначу машинку. Так. Которая будет также поставлять дерево не только сюда, но и сюда. Так. Так. Все. Дерево, видите, подвозят понемногу. Но мы здесь сделаем просто... Отгрузочку небольшую. И пусть эта машинка постоянно отгружает здесь все. Вот. Потом, ребят, я также столкнулся с нехваткой деталей. Короче, такая жесть была. И вот эту установку я вам потом еще покажу ее. Так, ну что, продолжаем. Здесь у нас все на стопе. Здесь урановый. И далее нам надо будет сделать урановый стержень. Так. Из чего он делается? Сейчас мы посмотрим. Урановый стержень делается из... Электрифицированный цех из стали и урановой таблетки. Короче, здесь мы рядышком ставим электрифицированный цех. В любом случае, да? Ой, где он есть? Электрифицированный цех. Так, который будет подаваться... Но это все неподалеку от стали будет. Поэтому, я думаю, сталь нам подвезут. Стали у нас 509. В принципе, достаточно. Так, сюда проводим ленту. Все. И здесь поставим сейчас еще один складик. Прямо рядышком, наверное. Для урановых стержней. Давайте вот так его поставим. Хотя, в принципе, разница. Вот сюда поставим. Так. И сюда подведем также ленту. И назначим здесь... Урановый стержень. Все. Как вы видите, стержней у нас 166. Здесь воды хватает. Водозаборках. Вода вроде есть. И вот этот еще... Ну... Вот это... Отлично. Все. Вот эти, кстати, установки... Довольно-таки неплохо работают. Но смотрите. Их можно усилить. У меня они работают от мятого пара. Который выделяется вот с этой фигни. С турбины, да? Выделяется с турбины. Рассол пока я сливаю. Потому что тут надо как-то настраивать все. Чтобы рассол еще... Нам нужен рассол там для производства соли. Да? Говнели. Но пока что рассол нам не нужен. Я его сливаю. Если реактор запустить на большую мощность, да? То можно подавать в эти тепловые опреснители. Можно подавать обычный перегретый пар. Который будет производить 10. Но посмотрите. 10 секунд. Это очень быстро. А так у меня производят в 40 секунд только 9 воды. Но в любом случае мне пришлось это поставить. Потому что у меня жесткая нехватка воды стала. Так. Ну что тут у нас? Так. Здесь назначаем рецепт. Урановый стержень. Кстати, мы еще даже жителям не поставляем радиоэлектронику. Да? Или как там называется. Которую мы сделали один раз. И она у нас, по-моему, где-то и валяется. Если я не ошибаюсь. Да. Вот здесь у нас, по-моему, валяется. Я не ставил магазины. Да. Радио. Бытовая электроника, ребят. Это надо ставить в магазин еще. И тут, как вы видите, уже у меня просто все выкопано. Блин. Так. Ну что? Давайте запускать. Тут подвезли или нет? Нет. Урановую руду так и не подвезли, ребят. Никто даже и не думал. Хотя дробленой урановой руды у нас уже более чем достаточно. Посмотрим, как она выглядит. Я, кстати, не видел еще. Ну, в принципе, как медь. Похоже на медь, да? Так, теперь нам надо, чтобы ее подвезли нам. Для этого мы запустили уже, да, нашу шайтанку. Все, погнали. Ждем руды дробленой. А водород, кстати, так и не долетел до нас. Нет, водород уже... Кислота уже на месте. Кстати, давайте посмотрим, что по производству. Кислоты все равно полным-полно. Посмотрите. Просто валом. Вот это очень хорошо. Этот завод работает. Это очень хорошо. Сера плюс вода. Очень хорошо работает, на самом деле. Так, ну что? Привезут нам или нет, ребят? Ребята, привезите нам, пожалуйста, урановой дробленой руды. Машинок нехватка, я так понимаю, у меня. Хотя, смотрите, простой, дикий просто. Просто дикий простой. Здесь я все тоже выкипаю. Так, это что? Это уголь все. Это все уголь. Так же, ребят, у нас еще, не забываем, имеются... Что у нас еще имеется? У нас имеются электрические бойлеры, но так же один бойлер сжирает 1,1, то есть мегаватт, вы сами понимаете, да? На два бойлера надо вот такая установка. Поэтому ядерный реактор надо будет запускать на фул, но чтобы его запустить на фул, надо очень конкретно все распределить. Вот в чем дело. Ну что там по руде у нас, ребятки? Ребятки, привезут нам сегодня или что? Уголь. Где наша руда? Шлаг. Нафту везет. Ну, мы сегодня получим урановые вообще руды. Да, кстати, ребят, я приостановил работу урановой вот здесь. Уранового рудника, сейчас его запустим. Вроде рабочих хватает. Так, это также будет у нас потреблять 0,4 единства. Ну, пока его у нас хватает. Нам хотя бы забить хранилище для начала. Короче, ребятки, не дождемся мы, наверное, урановой руды. Должны привезти. Уже даже немного подлагивать это такое движухи начинает. Так, воды хватает вроде у нас. Здесь все успевает. Пока все в норме. Пока. Пока, но в один прекрасный момент потом начинается просто джопа. Но это интересно, кстати, когда начинается джопа. У тебя начинается всякая перестройка. Ты все начинаешь переделывать, где-то что-то подделывать. И это очень круто. Я начал, короче, я улучшил три печи. Но я забыл про электроэнергию. У меня просто все стало, потому что три печи, вы сами понимаете. Ну, что по руде? Вообще никто... Во, есть, ребят. Загрузил машину. Дроблены урановые руды. Везут нам. Все, наблюдаем. Наблюдаем за процессом. Сейчас все подвезут у нас. Вон, поехал. Через низ. Я думаю, вот здесь дорогу просто сделать и все. Под низом. Я вот здесь закапываю, как бы. Но я чувствую, долго я буду тут закапывать все. Так, ждем руду, ребятушки. Вот она, подъехала. Отлично. 60. Нам сколько надо? Нам надо минуту готовиться. Смотрите. Нам 18 руды на один замес. Да? Да, довольно-таки неплохое потребление, я вам скажу. Но все равно смотрим, как это выглядит. Офигенно. Графа просто мне нравится. Все так отрисовано четенько, как работают заводики. Вообще просто очень красиво. О, господи. Давай уже. Ну. Это мы делаем типа серый, да? Как там она урановая. Это мы изготовили. Вот, пошла. Это у нас уран-концентрат пошел. Блин, просрал я вспышку, короче. Вот он, пошел. Что, назначаем сейчас рецепт здесь? Посмотрим, как работает этот завод. Поехали. Пошел процесс. Нам надо 9. В принципе, они один в один работают. Вот так это выглядит. Вот там что-то, стержники какие-то. Таблетки, таблетки урановая. Посмотрим, как они на конвейере выглядят. Тоже целую минуту делается. Видите, довольно-таки долгий процесс. По минуте все делается. Поэтому здесь надо хотя бы наладить поставки бесперебойные. Хотя бы. Три таблетки. А из трех таблеток мы делаем... А, нам надо 18 таблеток, чтобы сделать 10 урановых стержней. Нехило. Но нам еще надо, чтобы сюда подвезли, конечно же, сталь. Мне надо больше машин, ребят. Вот еще привезли, кстати, урановую руду. Это хорошо. Вот. Урановые таблеточки. Два штука. А что такое два штука? Что нам два штука? Три штука даже, блин, ребят. Ну, короче, надо долго ждать сейчас. Пока это все дело произведется. И мы получим 10 урановых стержней. И нам просто на кучу времени. Посмотрите. У нас было 166. Мы потратили за это время 20. Довольно-таки, кстати, много потратили. Хранилище наше. Ну вот, в принципе, я думаю, здесь мы уже все настроили. Что у нас есть в исследованиях. Давайте проверим. В общем, здесь осадительный бассейн мы сегодня с вами настроили. Пока что, вроде, жители не жалуются на загрязнение природы нашей. Так. А, уже работает, смотрите. Так. Еще пошли таблеточки. Три штука. Сталь, кстати, нам еще не подвозили, ребят. Да. Сталь нам еще не подвозили. Надо как минимум два завода таких, ребят, ставить. Потому что... И подводить вот этот уран... Где-то надо было, знаете, ребят. Я, наверное, потом переделаю. Вот эту дробилку... Я поставлю прямо где-то вот здесь. Подведу сюда уран. Да. Так и будет, ребят. Я просто не знал, где я буду ставить вот эту всю систему. Поэтому так получилось. Я подведу эту дробилку вот сюда примерно. Сразу с дробилки будем загружать два завода. Еще один завод здесь поставим обязательно. Потому что одного завода, конечно, очень мало. Посадительный бассейн. Вот так вот. Да. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, да. А вот здесь я поставлю дробилочку. Даже вот здесь, скорее всего, ребят. Вот здесь. И попробую сюда как-нибудь через эту паутину подвезти. А почему бы нам сразу этого не сделать, да? Ну, вот так я плохо распланировал все-таки. Потому что не знал, что где у меня будет. И поэтому такая хрень не получилась. Так. Дробилочки у нас находятся вот здесь. Так. С единством вроде все в порядке. На самом деле, когда что-то происходит с единством, значит, что-то где-то во всей системе может быть в любом месте что-то не так. Не только в производстве товаров. Так. Ну и, в принципе, здесь поставлю также бочечку сейчас. Вот, отлично. Главное, чтобы у нас подъезд был сюда. Вот здесь ничего не закрыть. Так. Вот это мы выведем. Все. Система переработана у нас будет. Вот эту систему я сейчас пока что кикну. Вот так вот, да? Скоро приедет наш корабль и должен привезти еще на муранчика. Там посмотрим, может, добавим смен еще. Так, здесь мы с вами проводим трубу. Эти все отходы мы также потом будем перерабатывать. Блин, ну здесь, конечно, опасно. Могут не проехать уже. Трейдерский кабинет наш проедут или нет, интересно? Давайте посмотрим. Проверим. Проезд будет или уже не будет. Ремонт корабля. Где у нас города? Здесь мы поменяем. Так. На уголь, я думаю. Да. Вот так сделаем. Посмотрим, проедут ли сейчас наши машины. Потому что, по-моему, они нифига не проедут, блин. Вот это я сейчас пока временно снесу и попробую сделать. По-моему, вот эта труба будет мешать, ребят. С-с-с-с. Вот здесь никто не проедет. Да, ребят, не проедут. Надо переделать вот эту трубу. Вот ее переделаем, значит, ее вот таким способом. С-с-с-с. Вот так вот. А вот это как раз-таки можно и снести. Вот это на мгновенное, вот это на мгновенное. Так, все. Машина, видите, не может проехать. Салончик сюда. Но сейчас мы исправим это дело. Все. Сейчас должна проехать. По-любому. Ну. Нет. Не может, видите. Хотя, по сути, должна. Ладно. Ладно. Потом исправим. Пока у нас уголь есть, я думаю, можно не переживать. Здесь у нас дробленая урановая руда. Сколько всего. Дробленая урановая руда. Так, ее мы выводим. Отсюда. Отсюда. Сюда. Да, е-мое. Сюда и отсюда. Сюда. Все, отлично. Кислота. Кислота, ребятки. Я кислоту не подвел. Блин, забыл. Подождите, я ж подвел кислоту, да? А я что, не туда ее подвел, что ли? Нет, все верно. Это две трубы для кислоты, что ли? Я не понимаю. Вот же у меня кислота пошла. Только она что-то не загружается. Сейчас посмотрим. Так. Все, кислота, да. Кислота залилась. Здесь мы подведем еще. Ау, ну, в принципе, да. Так. Все. Отлично. И подвезти нам осталось сюда. Желоб. Резины пока вроде хватает. Мне главное, чтобы резины хватило. Так, здесь труба какая-то левая. Когда-то я что-то строил. Все, есть. Отлично. Здесь я ставлю. Может, потом будем строить еще. Так, отлично. Смотрите, как четко получилось. Вот здесь мы ускорим это дело. Здесь ускорим это дело. Здесь ускорим это дело. Так, все. И вот здесь также мы все поускоряем. Возможность такая у нас есть. Все. Пока что не трогаем ничего. Урана, как вы видите, привезли. Наверное, все-таки, думаю, нужно добавить сюда смену. Еще одну хотя бы. Так. Две смены. Отлично. Четыре рабочих осталось у меня. Надо немножко увеличить население. Но, смотрите, я улучшил один город. И теперь я могу здесь брать жителей. Оп. Сразу десяточка. Чик. Есть жители, которые хотят, типа, переселиться к вам. Грузовик не может проехать. Куда? Понятно. В общем, ребят, закрыл я доступ к своей вот этой вот богадельни. Мне надо что-то тут переделать опять. Вот эта труба, по сути, намешает. Сейчас я ее переделаю. Быстренько. Так. Можно, кстати, тоненькую здесь пустить. Может, она лучше будет все-таки. Мы ее как-нибудь через попу выведем, да? Вот, видите, поехали, ребятки. Я даже не знаю, где, если честно, как ее лучше. Вот так как-то вывезти, я думаю. О, отлично. Пойдет. Пойдет для сельской местности. Так. Так, что у меня здесь происходит вообще по трубам? Никто не в курсе? Вот так вот, что ли? Что у меня тут в этих трубах происходит вообще? Я не понимаю, ничего уже. Никакой системы. Так, уранчик. Что? Здесь мы делаем дробленый уран. Так, все. Здесь уже, как вы видите, пошла партия. 100 штук. Сейчас ждем еще поставочек. Можно, я думаю, для начала и три смены. Но у меня тогда нехватка рабочих, ребят, будет. Пока две смены ставим. Давайте еще закажем себе людей. Еды у нас вроде достаточно. Так. И организуем здесь все-таки три смены, я думаю. Так. Одного рабочего нехватка. Давайте еще с десяток. Все. Все должно работать, ребят. Мест у нас для жилья хватает. Здесь вроде все справляется. Ага. А что здесь произошло? Кто-то здесь уже не справляется, видите? И начинает накапливаться. А здесь не справляется, наверное... Прям дофига стало. Газа нет. Это хорошо. А вот удобрения что-то прям много очень. Удобрения, я думаю, можно знать, что сделать. Развести удобрения. Разведем сейчас удобрения. Что тут происходит с этой стройкой? Жесть вообще началась. Вот так вот. Мы сделаем просто. И пусть удобрения так. Что поединству? У нас вроде все нормально. А то сейчас удобрения наполнится и будет опять горе. Ускоряем это дело все. Потратил я единство на людей. Так, давайте смотреть, что у нас здесь происходит. Нет пока поставок. А, забыл, ребят, еще. Вот здесь желоб надо выставить. Ой. Что я творю? Так. С желобами я смотрю. У меня тоже тут какие-то прям косички всеми. Вот так. Как всегда, змеевичок. Змеевичок. Так, ладно. Ну все. Я думаю, на этом уже сейчас будем заканчивать. Посмотрим, как тут будет производиться дела. Так. Ну аппарата 2 работает, как вы видите. Пошла руда. Вот. Еще уранчика подвезли. 120 целых. Здесь у нас уже нифига нет. Вот это у нас разберется сегодня. Или так и будет стоять. Чтобы меньше задействовать машины в доставке, да? Так, а водород я подвел куда-то нужен? А, водород вот сюда был нужен. Все, в принципе. Здесь у нас проблем быть не должно. Главное, чтобы успевало поставляться отсюда. Да, смотрите, как здесь в две смены херачат. Просто жесть. Уже 270. Наверное, здесь дробилки тоже две надо было. Хотя, мне кажется, сейчас, когда что-то подзабьется, вот этот завод не будет успевать перерабатывать. Я даже больше, чем уверен. И у нас уже, смотрите, мы ждем сталь, да? Да, нам нужна сталь. Сталь никто не подвез еще. Некому привезти сталь. За углем еще катаются до сих пор. Ну, что там у нас? Здесь у нас все начинает быть не очень есть гуд. Так. Все, как вы видите, весь, просто все удобрение ушло. Просто все удобрение ушло. И несмотря на это, у нас пустая, блин, плантация. Ушло мимо одной плантации. Отлично просто. Просто супер. Ничего личного, просто ушло мимо одной плантации, блин. Эх, херовенька. Ладно, да сейчас подзабьет, я думаю, здесь. Все, ноль удобрений, да? Я сейчас эту трубу пока отключу. Пусть заливается сюда. Почему аппарат не работает? Недостаточно биомассы. Почему нет биомассы, когда, блин, у меня два завода по производству биомассы? Не совсем, видите, здесь успевает, конечно. Но вроде держимся. Держимся на плаву. Здесь у нас поставляется, как вы видите, кварц. Нефть. Здесь вот еще привез урановые руды. Сколько? Полный багажник привез. Отлично. Пошла перегрузочка. И сейчас сразу это все пойдет к нам в дробилку. Ну, а тут уже ясно, понятно. Так, а нам так и не привезли, ребят. Стали, кстати. Стали. Нам так и не привезли. У нас стали 489 единиц. Но ее так и не подвезли. Можно, в принципе, попробовать. Вот машина стоит, а сталь нам не везет. Какого? Какого бренда? Чугун. Вот так мы сделаем сейчас. И нам сейчас ее вывезут, я думаю. Так, единство пошло в попу. Хотя нет, пока что более-менее. Да, пошло в попу, я смотрю, ребят. Сейчас опять что-то придется перенастраивать. Наверное, все-таки, ребят, здесь очень много я сделал. Залежи, тут залежи, ребят. Миллион двести девяносто шесть тысяч. Они здесь не бесконечные еще, оказывается. Давайте две смены сделаем, потому что я смотрю, наш корабль не будет успевать. А что не так уже? Загрязнений нет, ничего нет. Единство. Два поселения. Нам надо еще поселения два улучшить. Ну все, в принципе, ребят. Здесь все работает. Еще маленькая экскурсия. Остальное мы будем, наверное, делать на стриме. Потому что здесь уже чисто такие заварухи. Вот здесь я настроил добычу угля. Как вы видите, у меня здесь еще большие залежи угля. Очень большие. Поэтому его я буду добывать отсюда. Но обязательно на стриме мы перейдем еще на... Доменные печи. Нам надо увеличить количество электроэнергии. Для этого мы просто этот атомный реактор запустим на фул. Поставим еще пару таких установочек. Возможно, есть какие-то лучшие варианты установок. Я не знаю. Напишите в комментариях. Либо приходите на стрим. Когда будет стрим, точно не знаю. Уточню позже немножко. Вот. И здесь уже, в принципе, мы с вами построили все, что можно было. Все, что можно было, мы добыли. Проверим. Азот, аммиак, аморфный кремний. Все понятно. Биомассы мы разлагаем. Бытовую электронику также мы на стриме будем поставлять. Далее. Гравий, графит. Это все мы с вами испытали. Древесина, дробленая, железная руда. Да, в общем, ребят, мы уже посмотрели с вами весь контент. Даже не практически. Только у нас еще мы не перерабатываем вот эту вот каку, которую ядовитые отходы. Да, также, по-моему, можно переработать. Во что? Да, ядовитые отходы также, посмотрите, можно очистить с помощью рассола. И сделать воду и шлак. Поэтому мы эти ядовитые отходы потом также на стриме пустим сюда. Здесь у нас просто куча рассола. Этим рассолом и фильтров у нас также куча. Мы будем либо рассол оттуда подвезем, мы будем добывать воду. Которая нам как раз-таки не очень сильно и хватает. Ну вот сейчас вроде все пучком. Так что на этом видосике будем завершать. Будем ждать новых обновлений. Ну, конечно, буду запускать стримы по этой игре. Также, я не знаю, ввиду последних событий, что будет с Ютубом дальше. Поэтому также ссылки в описании будут на различные стрим-платформы. На видеоблогинговые платформы. Или как это называется? Я думаю, вы поняли про что я. Где я буду выкладывать также видосы. Также на Яндекс.Дзен я вылаживаю видосы параллельно. То есть на Ютубе. Я там уже тоже давно выкладываю. Делаю на Ютубе видос. Также заливаю его в Яндекс.Дзен. Вот такое у нас поселение вышло. Обязательно будет стрим. Всем, как всегда, спасибо огромное за внимание. Спасибо, что смотрели серию. Вот этой вот плетни моей. Но зато я набрался опыта. И дальше, конечно, буду стараться все делать аккуратно. Не забывайте оставлять комментарии. Любые комментарии буду рад услышать. Подписывайтесь на канал. Прожмите колокольчик. Жду вас на стримах и в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok